добрый день дорогие друзья с вами татьяна башмакова и сегодня я хочу с вами поделиться рецептом тортика по моему мнению самого быстрого самого простого самого дешевого из выпекаемых тортов и сегодня я его представлю вам в оригинальном виде таком новогоднем приступим для теста нам понадобится пол килограмма муки и кефира два с половиной процента 0 5 литра 200-250 грамм сахара что соответствует обычно стакану 200 грамм и сода пищевая 1 чайная ложечка сверху для крема сметана в этом варианте который я сегодня буду петь у меня специально не жирная 15 процентная я вам расскажу по ходу что можно делать из такого рецепта с разной жирности сметаны сахара пол стакана обязательно один пакетик ванильного сахара мы кладем в корж чтобы он был пахучим и один пакетик ванильного сахара в крем и для улучшения вкуса и украшения мы будем использовать банан и грецкие орехи можно использовать и арахис пол килограмма муки это три чашки 200 миллилитров я думаю у каждого есть какая-то любимая мерочка у меня вот такая чашечка со старого сервиза я ее использую как мерку я насыпала две чашки то есть не всю муку и теперь обязательно нужно добавить соду прямо в муку вот так вот берем с горкой ложечку и очень тщательно перемешиваем соду с мукой это очень важно муку желательно просеять но это рецепты как вы уже поняли тесто на соде если вы очень спешите надо быстро приготовить то можно даже не просеивать неприхотливый такой скажем рецепт пол литра кефира отмеряю обычной баночкой кефир выливаем нашу емкость и туда же высыпаем сахар сахара вот чашечка 200 миллилитров для сладкоежек можно больше можно чуть меньше но если меньше то не очень вкусно получается вот как раз вот это норма самый раз я люблю перемешивать все деревянной ложечкой деревянной ложкой до раньше готовили в эмалированных мисочках очень удобно было они не царапали эмаль и вот как-то мне так и удобней сейчас многие делают это силиконовой лопаточкой но если тесто достаточно густое лопаточка ну мне кажется не настолько удобно и теперь мы должны добавить сюда в муку муку с содой начале перемешанную а потом еще одну мерку то есть три чашки это получается как раз приблизительно пол килограмма муки но надо хорошо ну как почувствовать это тесто какое оно должно быть густоты дело в том что его можно выпекать и жидким и густым густое тесто будет выпекаться чуть дольше будет плотнее а жидкое оно будет выше и такое очень даже рыхленькое поэтому в зависимости от того что мы хотим получить процессе уже вы к нему приловчитесь данный момент мне надо чтобы оно было достаточно плотное поэтому вот пол килограмма постепенно я буду добавлять муку и тщательно перемешивать вымешиваем до однородности должно быть немножко гуще чем на оладьи третью чашку уже без соды добавляем тесто должно получиться вот такое вот достаточно густое ему достаточно постоять 10 минут перед тем как выпекаться в это время я разогреваю духовку сразу до 150 градусов и она минут 10 будет прогреваться и через минут я отправлю его уже печку в этом рецепте все просто мы берем сахара в два раза меньше чем кефира а для крема мы берем сахара в два раза меньше чем сметаны легко запоминается по памяти его даже не надо читать сметана и дальше сметану но я немножко добавлю отсюда так как чашечки все не высыпалась сметану я просто буду перемешивать с сахаром и так как у меня сметана нежирная то сахар растворится не забываем про ванильный сахар и в тесто его класть прямо в кефирчик и здесь сметану здесь можно даже не использовать блендер специально чтобы взбивалась сметана именно до пены мне не нужно мне нужна такая смесь которой не будет крупинок и на будет жидкая и будет очень хорошо пропитывать кож который будет как все коржи из соды он будет с порами большими дырочками и вот она должна будет зайти в эти все поры и его пропитать возможен вариант с густой сметаны из сепараторной тогда это совершенно другой крем совершенно другой вкус здесь просто море экспериментов именно с этим рецептом 2 столовые ложки маргарина растапливаем слегка разогреваем не надо чтобы он здесь пережаривался чуть-чуть растопится и выключаем вас и он сам дойдет именно до жидкого состояния но но не до перегрева и заключительный компонент это маргаринчик растопленный тоже тщательно перемешиваем перед выпеканием противень смазываем маргарином можно сливочным маслом кому нравится можно и растительным маслом просто но мне кажется вот маргарин или сливочного масла это самый лучший вариант и я присыплю просто мукой притрушу муки должен быть тонкий слой я немножко одного насыпала поэтому я сейчас тщательно притрушу стеночки везде есть маргарин или еще и уберу просто высыплю выгружаю тесто противень печка уже разогрела 10 минут прошло равномерным слоем сейчас его разложу где-то у меня получается уровень это около сантиметра отправляют в духовку на 25 минут при температуре 150 градусов бананчик я нарежу просто тоненькими колечками пока мой пирог выпекается орешки почищу и разломаю их на половинке прошло 21 минута пирог уже выглядит готовым попробую лучше на всякий случай на готовность специально не гладенькая палочка пропеченный полностью если палочка гладенькая то не всегда на ней видно сырое тесто теперь он остынет немножко и будем его разрезать корж остыл я его достала из противня и вот дальше целое поле для импровизации если у вас пирог круглый то можно порезать его на дольки и чтобы угодить мышки наступающего года можно сделать именно дольками кусочки сыра я же буду оставлять его квадратным но просто что такой большой кусок сыра делать я не хочу я разрежу свой тортик так как у меня противень достаточно большой на две части и дальше поперек разрежу вот так широким ножом это тесто прекрасно вот так у делится еще на две части у меня будет сейчас два таких импровизированных куска сыра на праздничный стол вот все разрезался прекрасно пополам сегодня дырочек много но они маленькие в дырочки такие большие ну это зависит насколько разогрета духовка и сейчас вот моя такая вот сметанка прям одна полностью с растворенным сахаром должна пропитать глубоко-глубоко зайти в каждую эту дырочку тут прям поры сплошные поры прям как у настоящего сыра у такого теста все это толстым слоем немножко надо подождать что сметанка впиталась именно обошла вовнутрь называю сметанкой хотя это крем сметанной потому что ну фактически получается из одной сметаны очень прекрасный такой с кислинкой вкус и дальше я утапливаю бананчики прямо в крем причем кладу их близко-близко друг возле дружки так чтобы вообще не было просвета получается как бы еще один слой бананчики надо резать непосредственно перед тем как выкладывать вот я немножко заранее нарезала чтобы показать на видео и не потемнели от серединочки если резать непосредственно сразу не будут беленькие такие целенькие красивые кто любит много крема можно слегка смазать и вот эту вот верхушечку прямо вот тут смазать ее верхушечку и потом лучше будет и соприкосновение двух слоев не будет разваливаться не будут можно просто положить достаточно много крема и промазанная сторона конечно лучше но я вам сейчас показываю именно сам процесс как быстренько сделать тортик дальше мы делаем дырочки так дырочки тут сами по себе есть вот их можно видеть и вот и кайна доты есть вот пустоты и я эти пустоты просто открываю в любом почти месте можно увидеть пустоту ну вот и больше видно эти это дырочки нашего пористого сыра еще раз напомню если вы хотите чтобы оно было очень пористо такое живое живое легкое то надо чуть меньше класть муки но в данном случае чтобы хорошо резалась был именно плотный сыр мне нужно было такое тесто теперь промазываем верхний слой наполняя каждую дырочку все это надо делать конечно не спеша аккуратненько чтоб в каждую дырочку попал крем хорошо пропитал сметанный крем вообще не требует никаких ароматизаторов кроме ванилина и дальше опять же что понравится мышки мы украшаем тут грецкими орешками в каждую дырочку я вставляю орешек и красиво и будет очень вкусно и между орешками кто же украшаем орешками хорошо будет смотреться арахис можно кто не любит много орехов печеньем или сушкой вот это вокруг при трусе будет очень здорово мы любим вот крупные орешки на не сильно измельчать орешки у нас свои хорошо делятся поэтому мы используем как как нам больше нравится тут уже дело вкуса каждого и теперь самое главное почем можно будет узнать что это именно сыр мышка уже попробовала сыр она уже тут было поэтому мы уже на свое усмотрение как нам нравится мы становимся художниками выгрузаем кусочки есть у меня вот такая штучка это для перца удалять серединке из перца очень удобно можно маленький кусочек отщипнуть можно откусить большой кусок прямо так отгрызть угол все это можно сделать и ножом и будет весело и интересно тортик ноги откусывать надо несимметрично не спеша получаю удовольствие чтобы тортик был поистине похож на кусок сыра вот этот вот край по желанию можно смазать этим же кремом крема очень много вот такой ореховый кусочек сыра получился к праздничному столу вот такой вот уже надкусанный сырочек и более скромный более похожий на сыр но с крошечкой печенье здесь вы можете фантазировать можно сделать маленькие кусочки порционный сырок надкушенный и будет тоже очень красиво замечательно вкусно и полезно всем приятного аппетита оставайтесь нашим каналом и до новых встреч